Здравствуйте, уважаемые друзья! Я хочу сегодня по вашей просьбе, так как впереди у моих украинских друзей, конкурс по вязанию мушек, изготовить нимфу из подручных материалов и показать новый способ изготовления глазок. Значит, как обычно, я вот изготавливаю, привязал передние усики, привязал задние зачатки наших усиков и огрузил вот таким образом нашу нимфу. Низ у меня вышел более толстым свинцом, грудку я огрузил меньшим диаметром. Теперь я немножко промазал клеем. Клей, когда подсохнет, нам необходимо ее немножечко сплющить. И в качестве тела можно использовать все возможные варианты, мы уже с вами их использовали. Можно, как я уже неоднократно показывал, использовать пленку, которая специально предназначена для этих целей. Можно использовать вот такой материал для изготовления нимф и других наших насекомых. Но я взял обыкновенный вот такой, это продается силиконовый материал для коннекторов. И закрепил его здесь в конце. Поэтому сейчас мы подготовим с вами тело, подровняем. И с помощью вот этой трубочки, которая силиконово используется для нашей рыбалки поплавочной, мы изготовим тело. Вот так мы с вами, если камера сможет передать, изготовили тело. Достаточно упитанное, хорошее, симпатичное. Ну и теперь я уже неоднократно вам показывал. Мы изготовим с вами чехлик, мы изготовим с вами заготовки для лапок. И дойдем до того места, где мы будем с вами изготавливать грудку. Но единственное, что я хотел бы вас еще попросить, это чтобы вы, как обратили внимание, я здесь глазки из лески не делал. То есть мы с вами будем изготавливать глазки, как я уже говорил, немножко другим методом. Поэтому много материала здесь нагромождать не надо. И для удобства я использую вот такой материал для зачатков крыльев. Или же можно, как я уже неоднократно показывал, использовать вот из упаковок для дисков, из сумочек. Вот такой полиэтилен, который уже имеет хорошую рифленую поверхность. Подберете для себя, как вам необходимо, по величине крылышек. И изготовим. Лапки мы будем изготавливать с вами. Вот я подготовил остаток пера. Будем с помощью лака, клея, изготавливать лапки. То есть сделать хорошую детализацию. Вот мы дошли до того момента, собственно говоря, из-за чего мы с вами вот такую нимфочку изготавливали. Как вы видите, я ничего здесь пока еще не убирал. Сделал заготовку для того, чтобы потом изготовить лапки. Установил наверху чехлик. И ниткой промотал там, где будет у меня голова. Теперь нам необходимо с вами... Давайте так. Для первого раза, чтобы вам было более понятно, я это обычно всегда делаю на глаз. Я беру и для себя приблизительно ставлю место, точку, где я планирую изготовить свои глазки. Этот метод уже используется очень давно. Лет 15 назад его, как говорится, я увидел, изготавливал Аскар Фелио. Уважаемый мною вязальщик. Я беру два кусочка монофила. Подобрать необходимо по диаметру нам так, чтобы наши глазки не были сильно большим нагромождением. И устанавливаю... Установлю мне немножко будет неудобно, но вам будет видно. Беру обыкновенную зажигалку и так, чтобы моя леска находилась. Как вы видите, она у меня плавится. И я ее в момент плавления подкладываю к глазику. Она закрепилась. Чтобы было вам видно, я откусил с той стороны, где я закрепил свой глазик будущий. И он уже у меня находится на том месте, где мы будем с вами изготавливать другой глаз. Давайте теперь так же, как я уже говорил, изготовим второй глаз. Так же поджигается. Но самый важный момент, чтобы вы для себя уяснили. Количество лески должно быть приблизительно одинаковое, которое мы оплавили, а потом будем присоединять на место крепления глаза. Чтобы у нас была симметрия по величине. Установили. Остатки отрезаем. И переходим ко второму этапу. Нам теперь с вами понадобится... Ну вот у меня под руками был лепесток. Я обычно использую, когда изготавливаю такие мушки, лепесток в качестве экрана. Или же вот обрезок свинца листового, который я так же использую в качестве экрана. Значит, нам теперь необходимо с вами установить экран так, чтобы до моих материалов пламя зажигалки не доходило. И, учитывая то, что у нас находится здесь пленка, я обычно ее устанавливаю, а потом это все делаю. Пленка нам необходимо с вами аккуратно вот так зажигалкой подплавить леску, которая у нас находится на годице. И переходим... Также переходим к другой стороне. Мы с вами подогнули пленочку. Я ее слегка подкрасил и буквально капнул капельку лака, там где подогнул за глазками нашу пленку. Еще есть один из вариантов, как можно оплавить потом леску, но не прикасаясь. Это вот с помощью вот такого инструмента. Пробуйте, как вам будет удобно. Дело в том, что вот этот вариант, который я показал вам, он в тех местах, где, допустим, невозможно закрепить леску. Один из вариантов изготовления глазок. Ну, а дальше я ее оккультурю, и мы встретимся. Вот, друзья мои, мы с вами, как вы видите, подклеили, подогнули лапки. Можно их еще в тон подкрасить. И вот такая лупастенькая нимфочка готова к рыбалке. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.